Между всей семьей в Госдуме депутаты отправляются в свои избирательные округа, чтобы встретиться с жителями территории, узнать о проблемах, обозначить для себя приоритетные вопросы для их решения. На прием к Максиму Ивановичу Щеблыкину записался не один десяток горожан. Вопросы самые разные. Кто-то просит материальную помощь на лечение, кто-то скосит бурьян на улице. Пока активистки уличного комитета жаловались на заросли амброзии и разритие водоканала, траву успели скосить. А вот помочь с жильем молодой семьи Дегтяревых быстро не получится. Я думаю, что сейчас в следующую сессию наверняка будут приняты определенные знаковые изменения в законопроектах. И что самое главное, будет дополнительное финансирование. Потому что мы совсем недавно продлили деньги на второго ребенка, материнский капитал. Изменили вообще, можно сказать, фактически на все варианты можно его тратить практически, этот материнский капитал. И я думаю, что сейчас как раз вопрос будет и по... Ну, последнее, что я слышал, что хотят давать сертификаты, не ждать субсидий, когда будет, а вот как военным. Потому что показалась система с очень жизнеспособностью давать сертификат. Вопросов по жилью на приеме было много. В том числе, проблемы незавершенного строительства. Этот мужчина волнуется, что сдача в эксплуатацию 249-го дома по Харьковской все время откладывается. Вместе с комиссией по проблемным вопросам, которые Ростовской области воздравляет ее седач Сергей Борисович, замгубернатора. И лично губернатор сегодня, лично губернатор, отвечает за все проблемные дома по Ростовской области. Так вот, мы нашли средства, и сегодня эти средства в августе месяце начнут реализовываться. То есть появятся деньги, за которые можно достраивать вот эти дома, которые на сегодняшний день являются проблемными. В том числе и 249-й дом. Вчера было совещание, на котором присутствовали руководители администрации тех городов, где есть такие проблемы с дольщиками. То есть у кого недостроенные дома. Затем там присутствовал замгубернатора, который отвечает и создает штаб по исправлению всех этих ситуаций. Был председатель собрания, законодательного собрания Ростовской области. И были в полном составе от всех фракций депутаты Госдумы, в том числе и ваш покорный слуга. Это мероприятие было проведено по решению Государственной Думы. Во всех регионах, где есть проблемы с недостроенными домами, неважно кто финансировал, то ли это финансировал бюджет, то ли это частные средства, были проведены соответствующие мероприятия для того, чтобы сформировать дорожные карты. И задача очень простая. До 2019 года, в частности в Ростовской области, ликвидировать эту ситуацию. Вопросы, которые задавали жители депутату, в большинстве своем местного масштаба. И не требуют рассмотрения в Государственной Думе. А вот проблемами территории Максим Иванович в Москве занимается предметно. На самом деле у нас, как были проблемные вопросы, так и они остаются. Они никуда не деваются. Они были и будут, и есть. Это вопросы, конечно же, финансирования ГУРШ. Мы пытались этот вопрос решить на бюджет 2017 года. Подали соответствующую поправку в бюджет 2017 года. Но, к сожалению, Минфин нашу поправку не принял. Причем мы получили добро со стороны Министерства энергетики. Но могу одно сказать, что вторая поправка наша была удовлетворена, скажем, на 50%. Это вопрос спайкового угля и выплаты социальной части пенсии пенсионерам, которые шахтеры ушли с коммерческих, скажем, шахт. То есть те полторы тысячи рублей, которые им обещали, они эти деньги заложены и будут выплачены уже в бюджете 2017 года. И будут выплачены уже в ближайшем будущем. У нас очень получилась хорошая, крепкая команда. Это коллега Каминский, это наш коллега Водоладский. И мы вместе многие вопросы решаем для того, чтобы нас услышали. И Министерство финансов на сегодняшний день, пока только в устной форме, нам обещают решить как минимум вопрос поправки бюджета 2018 года. Это попайкового угля для пенсионеров-шахтеров, которые ушли с коммерческих фабрик шахт. Конечно же, те вопросы, которые по Гуршу. Здесь подключилась к работе очень плотная администрация областная. Могу прямо сказать, что были переговоры уже не одни возглавляемые рабочей группой первым замом губернатора Гончаровым Виктором Георгиевичем. И мы реально видим свет в конце тоннеля. Потому что те финансы, которые выделяются сегодня бюджетом Российской Федерации на Кемерово, мы считаем, что мы такой же регион и аналогичные суммы должны выделяться и на наш регион. Для этого мы обратились сейчас с этим вопросом к Сергею Ивановичу Неверу, генеральному секретарю. Он обещал не позднее сентября месяца приехать к нам в территорию, посетить, посмотреть. Мы хотим показать, насколько мы продвинулись. Но для того, чтобы мы закрыли эти вопросы по Гуршу, нам необходимы те деньги, которые были обещаны государством нашим жителям. Это, конечно же, социальные объекты у нас в достаточной степени не закрыты. И, конечно же, переселение. Как вы видите, сегодня все люди приходят. И первые вопросы – это, конечно же, вопросы переселения из ветхого жилья. Город Новошахтинск достиг в этом вопросе небывалых, так сказать, успехов. Но мы хотели бы эти успехи не просто укрепить, но и многократно превзойти. Поэтому наша задача в Государственной Думе, конечно же, является защитой интересов жителей Новошахтинска. Ну а в остальном, в остальном, очень была интересная сессия. Об этом говорилось много и в прессе. Приняты многочисленные резонансные законы, которые тоже касаются города Новошахтинска. Это вопросы защиты обманутых дольщиков. Прямо поставлена задача и президентом, и председателем Государственной Думы Володиным провести все мероприятия для определения дорожной карты и решения проблем дольщиков. Эти проблемы есть у нас и в городе Новошахтинске. Я уверен, что эти вопросы на бюджетном уровне будут в Ростовской области решены в ближайшие годы. Максим Иванович Щеблыкин прекрасно демонстрирует, как должен работать депутат Госдумы. Не пренебрегая частными проблемами людей, он ставит перед собой и большие задачи.